В первую очередь хотел бы вспомнить, Владимир, о задержании Тимура Иванова. Это большая шишка. Если я не ошибаюсь, впервые в истории генерал в погонах сразу за решетку шел. И вот именно я использовал ваши источники, телеграм-канал ГУЛАГУ.НЕТ. Много информации о том, что там не только Иванов замешан, там многие-многие замешаны и грядет большие посадки. Да, действительно, это так. Самая главная новость сегодня это то, что задержан не только Тимур Иванов, но и его сообщник Александр Фомин, который вместе с ним через Министерство обороны, через Олимпситистрой выводил денежные средства, похищал миллиарды рублей. В том числе эти двое орудовали в различных коррупционных схемах на оккупированных территориях и сотрудничали в том числе с этим МММщиком и мошенником Пушилиным. То есть это те самые мафиози, которые зарабатывали на войне, на людской крови, на оккупации. И, конечно же, здесь никакого сожаления к ним быть не может. Их действия должны быть квалифицированы как организованное преступное сообщество. Я думаю, что если следствия в России не будут оттормаживать и дадут им возможность действительно в полном объеме раскручивать вот этот кровавый спрут, то на скамье подсудимых вместе с Ивановым и Фоминым должны оказаться и Сергей Шойгу, министр обороны России, министр нападения, и его первый заместитель Руслан Цаликов, это те люди, которые действительно превратили войну в источник зарабатывания денежных средств. И при том, что я в комментариях встречал упоминание о том, что хорошо, что они разворовывали российскую армию, якобы из-за этого Киев не взяли за три дня. На самом деле, это просто нужно понимать, Иванов, Цаликов и Шойгу, это та самая партия войны, это та самая партия российской армии, которые были бенефициарами начала войны, ее проведения, и они на войне зарабатывали, и были теми людьми, которые подтолкнули Владимира Путина к началу активных боевых действий, начиная с февраля 2022 года. Нынешние аресты, задержания Иванова, это не первое его задержание. Первое было летом 2021 года, когда Тимура Иванова вызвали на допрос, задавали ему многие неудобные вопросы, основываясь на заявлениях и показаниях целого ряда коммерсантов, которые ранее сотрудничали с Минобороны и рассказывали о том, что Иванов является серым кардиналом и кошельком Путина, точнее Шойгу. И вот в тот самый момент Шойгу удалось отмазать Иванова, и они сделали все возможное, чтобы снабдить Владимира Путина разведданными о том, что якобы в ближайшее время различные подразделения стран блока НАТО высадятся в Украине, якобы они усилят позиции Украины и даже, возможно, нападут на Россию. Поэтому в данном случае как раз тем комментаторам, кто поддерживает условно коррупцию в российской армии, я могу сказать, что Иванов, Цаликов и Шойгу – это руководство российской армии, которое сделало все возможное для того, чтобы эта война началась. Потому что они понимают, что Путин – это такой пацан из питерской подворотни, который живет по своим внутренним понятиям, который продвигает в коридоры власти тех, с кем они вместе дружили с самого детства. Это такая питерская мафия. И в данном случае они понимают, что для Путина после начала военных действий, боевых действий, было невозможно задерживать ни Шойгу, ни Иванова. И более двух лет они активно принимали участие в боевых действиях в войне. И, конечно же, Иванов – это один из конструкторов нынешней войны. Поэтому говорить о том, что он был прозападным, ездил на кабриолете Роллс-Ройсе по югу Франции, и поэтому нужно было его каким-то образом пожалеть – нет. Еще раз подчеркну, для Тимура Иванова ситуация была чем хуже на фронте, тем лучше для него. Они на этой крови зарабатывали. Поэтому хорошо, что его разоблачили. Жаль, что дали возможность ему, Цаликову и Шойгу эти два с половиной года рулить армией и рулить фронтом и войной. Лучше бы, чтобы не было ни войны, ни вот этих кровавых денег и миллиардов, которые они похитили. Но, тем не менее, по сути, это начало конца нынешней партии войны. Вопрос про отставку Цаликова и Шойгу, я думаю, что практически уже решенный. Вопрос лишь в том, произойдет отставка в мае или чуть позже, либо произойдет отставка, аресты и задержания, и они окажутся вместе в аквариуме. Здесь уже все зависит от политтехнологов и пиарщиков Путина, как они ему посоветуют. Если они по внутренней статистике и социологии поймут, что для возвращения его высоких рейтингов важно посадить Цаликова и Шойгу вместе с Ивановым, то они так и сделают. Если социологи ФСО и администрации канцелярии Путина скажут, что для него более выгодно просто их отправить в отставку, значит, будет мягкая отставка, а Иванов будет отдуваться за своих боссов. Вы вспомнили о Франции, Владимир, еще вспомним о Франции, о Вилле, бывшей жены Путина. Хотел бы вспомнить также о том, что вы вместе с журналистом украинским Владимиром Золкиным впервые на YouTube-канале «Антигулаг» провели допрос и поговорили с военнопленным российской армией. Больше можете об этом рассказать? В чем отличие, что рассказывали и какая идея вот этих видео на «Антигулаг»? Да, спасибо большое за внимание к этому теперь уже международному правозащитному проекту. Для меня большая честь. Я вообще горжусь тем, что украинцы и Алексей Анули, побывавшие в плену с марта по декабрь 2022 года в страшных военных концлагерях в России. И журналист Владимир Золкин, который провел огромное количество интервью с российскими пленными, что они согласились со мной, с российским правозащитником и с нашими коллегами сотрудничать. И я хочу сказать огромное спасибо Украине и за то человечное отношение к россиянам в плену. При том, что россияне пришли с оружием в руках, они участвуют в преступной войне в оккупации Украины. Тем не менее, Украина ведет себя с ними, как европейское государство, соблюдает их права, уважает их права, не подвергает их систематическим унижениям, избиениям и жестоким пыткам, которым, к сожалению, в России, в тоталитарной России, подвергаются и российские заключенные, и теперь достаточно большое количество украинских пленных. Поэтому здесь спасибо Украине за человечность, за цивилизацию, за соблюдение прав человека и за предоставление возможности мне и нашей команде проводить видеоопросы и разговаривать с российскими пленными в Украине. Цель для нас общая – сделать все возможное, чтобы произошел, скорее, обмен всех на всех, сделать все возможное, чтобы украинцы из-за российского плена, из этого ГУЛАГа 21 века поскорее вернулись домой, были освобождены и не подвергались жестоким пыткам, и уж тем более их не приговаривали к пожизненным срокам лишения свободы за то, чего они точно не совершали. Цель, в том числе, чтобы россияне, наконец, покинули уже территорию Украины, и чтобы закончилась эта подлая война, подлая оккупация. Программа «Минимум» здесь – показать, как Украина относится к россиянам в плену, с тем, чтобы на этом фоне российским властям под таким международным правозащитным и журналистским контролем стало стыдно реализовывать их бесчеловечные методы и вот этот садизм, и чтобы хотя бы здесь, на фоне вот этой вот разницы, они бы снизили уровень произвола и, возможно, прекратили бы пытки и истязания в отношении украинских пленок. Это задача номер один. Если после подобных эфиров и разговоров какое-то количество сотрудников ФСБ, ФСИН, посмотрев и осознав ложность российской пропаганды, а ведь там нужно понимать, как все работает, россиянам в голову закладывается, что в Украине якобы какой-то там нацизм и фашизм, там Роспропаганда в Украине называет нынешнее правительство киевским режимом, сотрудникам ФСИН и ФСБ рассказывают, что вот россиян в Украине в плену жестоко пытают, отрезают им половые органы канцелярским ножом, что-то там запенивают и так далее, и так далее. И они взращивают таким образом садизм, агрессию, жестокость и чувство мести у рядовых сотрудников российских тюрем, которые все это выплескивают на украинских пленах, на граждан Украины в российском плену. Конечно же, наша задача разоблачить ложь российской пропаганды. Задача спокойно дать возможность россиянам посмотреть и убедиться, что никому там никто ничего не отрезает, что относятся к ним лучше, чем в России относились в том числе к российским заключенным в местах лишения свободы. И целый ряд нами опрошных это и подтвердили. Они сказали, что украинские СИЗО и колонии намного более человечнее и гуманнее, нежели российские колонии, откуда они как раз и уходили, и вербовались в ЧВК «Вагнер» и в Министерство обороны. Поэтому мы надеемся, что это движение, международное правозащитное движение, оно будет набирать обороты. В целом, в ряде стран со мной связались уже и журналисты, и правозащитники, и эксперты из Израиля, и из Франции, из Соединенных Штатов Америки, из Великобритании. Они собираются подключаться к нашему движению, принимать совместное участие в обсуждении этой тематики, проводить круглые столы и мероприятия в разных странах Европы и в Америке, с тем, чтобы рассказывать миру правду. Потому что то, что происходит с украинскими пленными сегодня в российских застенках, это такой большой секрет, тайна за семью печатями ФСБ. Они очень скрывают эти бесчеловечные методы, и они надеются, что об этом никто никогда не узнает. Наша задача — разоблачать вот эти длящиеся преступления против человечества и человечности. Наша задача россиянам, которые проходят службу, младший средний состав офицерский в ОФСИН и ФСБ, раскрыть глаза и дать им возможность убедиться, что со стороны Украины нет систематических пыток, чтобы хотя бы в этом, под воздействием правды и этих видео, они либо снизили уровень своего произвола, либо вообще прекратили этот произвол в отношении граждан Украины. И если мы таким образом спасем жизни хотя бы нескольких украинских пленных, если мы в каком-то случае убедим тех же бойцов спецназа в СИН и конвоиров не применять насилие и не мстить за то, разоблачим мотивацию для их так называемой мести, то это уже будет, на мой взгляд, важное дело. У нас нет волшебной палочки. Мы в режиме онлайн практически с помощью наших инсайдеров и источников и доступа к определенным архивам в СИН, понимаем, что там происходит. За последние полтора-два года мы эвакуировали достаточно большое количество тех, кто проходил службу во ВСИН, которые дали и нам свидетельства, и кто сейчас дает показания международному расследованию. То есть мы это знаем и от украинцев, побывавших в российском плену, и от тех, кто покинул ГУЛАГ 21 века и дает об этом показания. Мы знаем, что там происходит. Поэтому мы, используя наши возможности, силу Ютуба, силу правды, силу свидетельств, мы стараемся остановить этот произвол и эти пытки в России. Надеюсь, что это сработает, и надеюсь, что и Украина не пропадет желание, и они дальше будут поддерживать наш проект «Антигулаг», и мы объедним усилия правозащитников из разных стран мира с тем, чтобы противодействовать российской тоталитарной системе и чтобы добиваться защиты прав граждан в местах принудительного содержания. Ну вот такая вот у нас программа «Минимум» и программа «Максимум». Насколько у нас это будет получаться в дальнейшем, зависит от целого ряда факторов, в том числе от того, поймут ли нашу мотивацию в Украине и готов ли будет дальше координационный штаб ГУР и власти Украины предоставлять нам возможность общения с россиянами в плену. И мы будем надеяться, что и российские власти, посмотрев на это, будут допускать правозащитников и журналистов к общению с украинцами в российском плену. Потому что это самая главная проблема на сегодня. Украина позволяет общаться и с журналистами, и правозащитниками, и с представителями ООН и Красного Креста с пленами. В России это очень серьезная проблема. И, по крайней мере, нам точно неизвестно, что Красный Крест и ООН регулярно посещают украинских пленных и проверяют их условия содержания. Более того, тот же Алексей Анули рассказывает, что за эти 9 месяцев пыток и издевательств в России, в СИЗО-1 Курска и в колонии номер 1 УФСИН по Тульской области к ним, конечно же, не приезжали ни журналисты, ни правозащитники, а наоборот приезжал спецназ УФСИН, который их регулярно избивал. Да, ну и ООН очень много рассказывает, как все происходило, что он кушал. Тоже рекомендую послушать, увидеть, потому что это очень ярко демонстрирует разницу. И то, что вы говорите, сам факт того, что вам дают возможность говорить с военными пленами Российской Федерации, это уже факт того, что есть доступ, и они могут сказать вам все, что они хотят. Да, если позволите, я бы просто хотел еще поблагодарить лично Алексея Анули, потому что для меня, ну это действительно настоящий герой Украины. Это, может быть, это какие-то громкие слова, но для меня, как верующего, он как мученик, я уж не знаю, будут его когда-нибудь со временем канонизировать или нет, но он действительно нашел в себе силы, пройдя через все эти муки, через пытки в России, он освободился и весил на 30 килограмм меньше своего обычного веса. Он был похож практически, там, верхняя часть тела на скелет, на жертву Бухенвальда и Освенцима, а ноги, ноги у него были наоборот, дико опухшие, с огромными дырами, с огромными ранами, и был риск того, что ему просто ампутируют ноги из-за гангрены, из-за гноений. И огромная благодарность врачам и в Украине, и потом в Латвии, куда его отправляли на реабилитацию и лечение. Алексей Анули пережил больше 15 операций, ему спасли ноги, спасли возможность, сохранили целостность его организма и дали возможность продолжать жить. И вот он нашел в себе силы после излечения заняться правозащитной деятельностью и ездить вместе с Владимиром Золкиным и сам независимо самостоятельно для общения с россиянами в плену, для того, чтобы с одной стороны удостоверяться, что к ним не применяются жестокие методы и никто в Украине им не мстит, а с другой стороны, чтобы им, глядя в глаза, задавать вопросы и самим собой, своим телом, своим опытом, фотографиями после освобождения свидетельствовать о том, чтобы россияне понимали на самом деле, где цивилизация и демократия, а где страшный садистский режим, который пытает и насилует и своих собственных граждан, и пленных. И здесь, на мой взгляд, у Алексея Анули, у него огромная историческая миссия, роль в этой истории. И еще раз подчеркну, для меня большая честь, что он, во-первых, к нам летом прошлого года обратился, чтобы рассказать миру правду, и не побоялся, он стал первым из украинцев, которые вернулись из плена и начали открыто рассказывать широкой аудитории, что с ними происходило. Это очень важное свидетельство. И, конечно, очень важно, что он находит в себе силы ездить и общаться. И при том, что у него как раз есть моральное право считать всех нас, россиян, и тех, кто там, и тех, кто уехал самыми последними людьми. Тем не менее, он объективен, и он мыслит очень гуманистически. И для меня это такой на сегодня эталон правозащитника. И я надеюсь, что он не сойдет с этого пути. Я вижу, что у него большое будущее, поэтому его публично хочу поблагодарить и подчеркнуть еще раз, что для меня честь быть с ним вместе, сооснователями вот этого международного правозащитного движения «Антигулаг», которое, я уверен, будет с каждым месяцем набирать обороты. – Да, и вот вы вспомнили о пытках, Владимир, вот Федеральная служба исполнения наказаний. Суд отменил приговор четырем сотрудникам Иркутского СИЗО по делу о пытках заключенного. Вот объясните, как это происходит, потому что, очевидно, есть обвинения, да, есть пытки, а потом как? А пыток-то не было или пытки как-то не очень были сильны? Как это отменяется, как это работает? – Историю про Иркутск я знаю от и до. Как раз именно наша команда «Гулагу нет» и разоблачала пыточный конвейер в СИЗО-1 Иркутска. Мы первыми обратили внимание на то, что произошло с Тувинцем, Кижиком, Андаром. А еще раз, чтобы наши уважаемые зрители и подписчики понимали предысторию. Все развивалось в 2020 году, еще до открытой фазы войны. В апреле 2020 года более 300 осужденных в колонии номер 15 ГУФСИН по Иркутской области выстроились на плацу и начали такую вот стоячую забастовку, мирную акцию протеста против пыток, против произвола, против угроз изнасилованием. Что сделал ВСИН? Они ввели спецназ, они избили и положили на пол лицом вниз, а апрель в Сибири, это холодное время, практически еще зима, они положили всех этих людей на землю, положили их штабелем в несколько слоев, спецназ по ним ходил, избивал жесточайшим образом, применял к ним и оружие, и спецсредства, потом их всех раздевали догола, заковывали в наручники, а когда наручники закончились им пластиком, перевязывали руки, и их забрасывали как бревна в автозаки и вывозили в СИЗО-1 и в СИЗО-6. Есть ГУФСИН по Иркутской области для проведения пыток. Как рассказали уже нами опрошенные внутрикамерные агенты КПО, которые в том числе принимали участие в этих истязаниях и пытках, команду на это давал генерал ВСИН, начальник регионального управления, генерал-майор Леонид Сыгалаков. Он дал отмашку и сказал, чтобы всем им команда была приколотить гребень. Мы с вами знаем вот этот гулаговский жаргон, где *** называют тех людей, которых перевели в самую нижнюю касту так называемых опущенных и униженных. Вот непосредственно Леонид Сыгалаков дал команду оперативникам СИЗО-6 и СИЗО-1 ГУФСИН по Иркутской области их бить, пытать насиловать. И вот одного из людей, одного из протестовавших тувинца Кижи Кандары, его пытали несколько дней, он не ломался и отказывался подписывать показания против самого себя и против других протестующих. И его эти КПО, которые повторяют пыточные практики нацистских концлагерей, по команде оперативников не только избили, но и изнасиловали, а дальше потом, когда и это не помогло, и они его не смогли этим сломить, они ему вставили в задний проход кипятильник и включили его. И вот кипятильник разорвался, повредил кишечник, он чуть не умер. В результате КПО испугались, вызвали оперативников, те испугались, что их пытки раскрыты, и они его вывезли на больницу. И дальше уже нам об этом факте стало известно, мы об этом опубликовали информацию, инициировали проверки по линии прокуратуры Следственного комитета Управления Собственной Безопасности в СИН. И вот из-за такого широкого резонанса от того, что все это уже вытекло наружу, и уже медики в больнице, естественно, дали медицинское заключение, проводя срочную операцию Кижу Кандару, что ему нанесен тяжкий вред и поврежден кишечник, дальше уже были возбуждены уголовные дела. И вот теперь, отвечая на ваш вопрос, почему так получилось, что был отменен приговор с адистом-оперативником из СИЗО Иркутска? Потому что расследование было заблокировано центральным аппаратом СИН и контрразведкой управлением МФСБ. Они сделали все возможное, чтобы в приговоре в отношении сотрудников, организовавших пресс-хаты, звучало лишь обвинение в том, что они превысили свои полномочия и завели одних заключенных в камеру к другим, где они не должны были находиться из-за разницы в режимах условия содержания. И в обвинении не было написано, что оперативники руководства СИЗО 1 Иркутска организовали систему пыток и изнасилований, так как это, например, мы раскрыли с помощью видеоархива Савельева по Саратовской ОТБ-1. И поэтому, когда их приговорили лишь за превышение полномочий, но не были раскрыты их причастность к организации этих пыток, к организации вот такой бесчеловечной внутрикамерной разработки, тогда дальше уже адвокат Кижик Андара подал соответствующую апелляцию и указал, что то, за что их осудили, не соответствует тяжести их деяний. И приговор не просто отменили и отправили на новое рассмотрение, а отправили прокурору для устранения этих нарушений и для переквалификации тех деяний, которые совершали оперативники. Поэтому как раз я здесь жду, чтобы Следственный комитет уже под таким общественным контролем из-за международного резонанса, в том числе благодаря интервью с вами, чтобы они одумались и они перепредъявили обвинение садистам из СИЗО-1 Иркутска с тем, чтобы в обвинении начали фигурировать еще и причастность к организации этих изнасилований, чтобы им предъявили уже часть 4 статьи 132 Уголовного кодекса. Так, как это Следственный комитет сделал в отношении саратовских садистов, которые в тюремной больнице ОТБ номер 1 изнасиловали и убили огромное количество человек. Вот, поэтому я как раз жду здесь, мне кажется, что это позитивное изменение, хотя еще раз подчеркну, в руководстве ФСИН и в руководстве ФСБ продолжают проходить службу генералы и полковники, организовывавшие пыточные конвейеры в отношении россиян, в том числе в СИЗО-1 Иркутска, в Саратовской ОТБ-1, в Красноярской тюремной больнице, в Ростовской ОТБ-19. И здесь очень важно именно на международном уровне их разоблачать, с тем, чтобы тот же самый Путин понимал, что ни у кого нет никаких иллюзий в мире. Все прекрасно понимают, что и Путин сам садист, который одобряет садистские методы по отношению к политзаключенным, как они убили Алексея Навального, к украинским пленам. И что, соответственно, вот эта иерархия, которая курирует оперативную работу в ФСБ и ФСИН, это тоже садисты. И внутри России мы стараемся делать все возможное, чтобы даже внутри вот этого режима стараться защищать людей от произвола и разоблачать их преступления, преступления садистов. И мы не останавливаемся, мы, конечно, стараемся еще взаимодействовать и с ООН, и с Офисом прокурора Международного уголовного суда. И мы надеемся, что со временем либо МУС, либо появится Международный трибунал, где будут расследованы вот эти вот преступления против человечества и человечности, которые совершались более десяти лет в отношении россиян и которые последние годы совершаются в отношении тысяч украинских пленных. И у этих преступлений нет сроков давности. И я уж не знаю, там, при нашей жизни или после нас, но я уверен, что эти садисты будут разоблачены и осуждены на международном уровне. Владимир, также хотел бы вспомнить о том, что во Франции арестовали жилье бывшей жены Путина. Сейчас она ходит с фамилией Очеретная. Что это за конфискация? И вообще, вот это то, что Конгресс дал зеленый свет на конфискацию всего, что есть российского в мире, я имею в виду, в первую очередь, это деньги. Насколько это серьезно может повлиять на власть Путина? Ну, здесь я могу сказать, Игорь, мы этот день приближали как могли, вот с точки зрения наложения ареста на виллы Путиных. Еще с осени 2021 года мы вместе с Сергеем Савельевым и с французским правозащитником Пьером Афнером старались привлекать внимание к недвижимости Путиных здесь, вот на побережье, где я живу, там, в Биориц, в Англии. И мы демонстрировали эти виллы и показывали, что эти виллы куплены на денежные средства, которые путинская семья похитила у россиян в России. Вот. И уже после начала открытой фазы войны в феврале 2022 года, в марте Пьер Афнер и Сергей Савельев заходили на одну из этих вилл для того, чтобы проинспектировать и для того, чтобы подготовить там более 40 спальных мест для тех людей, которые из Украины уехали от бомбежек в Европу, и которым не было, не было где жить. Мы тогда, наша ассоциация во Франции, она зарегистрирована под названием New Disease Foundation, мы предлагали французским властям, европейским властям конфисковывать и арестовывать виллы Путина, его семьи и его олигархов и использовать их для размещения беженцев из Украины с тем, чтобы людям была возможность где жить. И думали, что в этом как раз и будет одна из каких-то справедливостей. Но понятно, что в Европе, безусловно, уважают право собственности, и от позиции правозащитников до решения юстиции должно было пройти какое-то определенное время. Но, тем не менее, вторжение на одну из вилл Путиных привлекло внимание французского правительства. После того скандала и тех публикаций начались проверки, расследования. К счастью, прокуратура и следователи во Франции разобрались, что у моих коллег, у Сергея Савельева и Пьера Афнера точно не было никакого преступного умысла, и мы действовали в интересах мира, справедливости, и как раз разоблачая путинскую мафию здесь во Франции. И дальше постепенно следователи, прокуроры и следственные судьи собрали достаточное количество материалов, которые показывали, что путинские виллы здесь, на побережье, куплены на, мягко говоря, сомнительные денежные средства, которые не имеют легального происхождения. И на фоне того, что еще творит Путин и его армия в Украине, конечно же, французскому правосудию было достаточно легко и аргументировано принятие решения о наложении ареста на эти виллы и конфискацию одной из них. Я думаю, что эта тема будет только набирать оборот, потому что у Путина, у его окружения, Ковальчуков, Тимченко, Ротенбергов, Шамаловых огромное количество недвижимости на дорогих курортах, и здесь, конечно, принципиально важно их в этом смысле обнулить, изъять у них то, что было похищено, и, соответственно, конфисковать и помочь этими денежными средствами, конечно же, Украине и украинцам. И здесь я могу только приветствовать решение Конгресса. Я думаю, что таких законов и в Европе, и в США будет больше, и, соответственно, это даст такой справедливый толчок к тому, чтобы у них действительно начали уже изымать активы и поддерживать тех, кто пострадал в результате войны. И, конечно, в первую очередь нужно поддерживать Украину, которой необходимы денежные средства для того, чтобы противостоять вот этой преступной путинской агрессии. Владимир, и последний вопрос. Вот тоже на вашем канале есть, как вдова одного из тех, кто погиб в войне в Украине, очень ругает мэра Орска. Напомню нашим зрителям, Орск он пошел под воду, и никому дела нету в России к этому. Даже Путин. Путин даже не прилетал, не смотрел. И так вот двумя словами где-то вспоминал об Орске. Так вот, и как вы читаете, насколько вот эта разница, да, в кастовости в России, то, что есть такие, как Козупица и его дети, которые в Дубае, им тоже очень сложно, как он говорит, потому что там жарко очень. И вот другие люди. Насколько может расти недовольство, насколько это может возрасти какие-то большие протесты, большее вот противостояние внутри России? Ну, для начала, кто такой мэр Орска Козупица? Это бывший сотрудник ФСБ, это КГБшник-чекист, который в последующем, после увольнения из ФСБ, возглавил отделение Единой России, стал секретарем этого партийного отделения, там, главным по Орску от Единой России. То есть это ФСБ, это Единая Россия, это как раз та самая система Путина. И здесь очень наглядно берут бедных, нищих, ну, давайте по-русски скажу, глупых людей, оглупленных российской пропагандой и отправляют на преступную войну в Украину для участия в оккупации. Там льют им в уши ложь очевидную, там фейки, пропаганду, зомбируют их фактически. И вот мы видим последствия этого. То есть вдова убитого на войне, она спрашивает мэра Казупицу, за что погиб ее муж. Но она действительно не знает, за что он погиб. То есть у нее был муж, у нее был дом. Теперь у нее нет ни мужа, ни дома. Дом затоплен, мужа убили на войне. А вот этот вот ФСБшник и Единоросс Казупица, он стоит в отглаженных брючках, там, с толстыми щеками, смеется, там, улыбается, лыбится ей в лицо. Вот. И потом еще рассказывает жителям Орска, что вот его детям приходится сложно и что они живут в Дубае. Мне кажется, вот что с Путиным и путинскими детьми, что с Казупицей вот на региональном, там, городском мелком уровне, это все очевидно. Существует в России элита, которая захватила власть. Это ФСБшники, это Единороссы, это бюрократы, функционеры. Их дети в Дубае, во Франции, в Англии, там, в Европе, в Америке, в каких-то странах, где безопасно, где мирно, где высокий уровень жизни. А они, соответственно, выдаивают полностью бюджеты, обогащаясь за счет российского народа. И при этом еще последние годы ведут открытую войну, отправляют туда на убой мужиков убивать и быть убитыми. Поэтому, мне кажется, что вот в этом вопросе, за что погиб мой муж, это, конечно, очень важный вопрос. Проблема в том, что это не покажут по российским телеканалам, конечно же. Россиянам не дадут возможности подумать об этом, подискутировать. Это не будут обсуждать в ток-шоу. Это все останется в Ютубе, на правозащитном канале, на узкую аудиторию. А россиянам дальше их будут по-прежнему там оглуплять, вручая им в руки автомат весло и отправляя их на передовую. Но в какой-то момент, да, в какой-то момент, конечно же, накопится критическая масса вот этих вот вдов и тех, кто остался там без своих сыновей и без своих отцов, которые в результате все-таки должны понять, что это точно не их война, что войну нужно прекращать, что нечего делать на территории Украины, нужно возвращаться к себе домой и наводить порядок. И я просто, как бы, здесь очень все просто. Если бы не было войны, и если бы россияне были в России, и, соответственно, те сотрудники там ФСБ, российских спецслужб, которые тоже отправляют на оккупированную территорию, и они бы выполняли свою работу в том же самом московском регионе, не было бы никакого теракта в Кроку-Сити-Холле, и все это было бы пресечено, а даже если бы была попытка подобного нападения, было бы гораздо меньше жертв. Точно так же, если бы русские мужики не шли на войну, там, убивать и быть убитыми в Украину, а занимались бы благоустройством своих территорий, не было бы прорыва вот этой вот дамбы, не было бы затопления, у этой женщины был бы и муж, и был бы дом. Но, к сожалению, чтобы это понять, должно, видимо, пройти еще какое-то количество времени, и здесь в этом большая роль, большая задача для независимой прессы, для журналистов. И огромное спасибо, опять же, вам, украинским журналистам, которые находят время для того, чтобы и на русском языке записывать и снимать подобные там интервью и рассказывать с тем, чтобы хотя бы, если не на российских, кто на украинских каналах, чтобы россияне могли узнавать больше правды, анализировать, думать и со временем как-то выйти из этого зомбированного состояния. Поэтому спасибо вам, Игорь, и вашим коллегам. Владимир, и вам спасибо, и то, с чего мы начинали наш разговор, военно-пленные, это очень важный вопрос, чем вы и занимаетесь. Спасибо вам за это, потому что мы прекрасно знаем, что много есть в плену, и ими нужно заниматься, чтобы вернуть домой. Спасибо большое. Спасибо вам, мирного неба над головой всем. Нагадаю, з нами был Владимир Осечкин, это основник Голагу НЕ. Тут будет активная ссылка, подпишитесь на телеграм-канал, потому что там много информации, потребно и корисно. Відповідно, також ставьте лайки на YouTube 24, подписывайтесь, коментуйте и делитесь важной нашей разговорой. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok